Новые остановочные павильоны уже закуплены и находятся на складе. Подрядчики установят их сразу, как только завершат укладку асфальта возле железнодорожной станции Звенигорода. С вас тогда график проведения работ, конечный план того, что мы здесь делаем, как это будет выглядеть через месяц и проект нанесения разметки. Все это мы затверждаем, с вами фиксируем. Мы выдадим это в публичную плоскость, чтобы каждый житель Звенигорода понимал, когда здесь закончится работа. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Ну да, да, потому что, наверное, социальное напряжение, чтобы снять, чтобы не подводить. Ну а вы нас тогда, пожалуйста, не подводите. Жители давно обращали внимание на то, что территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу, нуждается в благоустройстве. Асфальтовое покрытие износилось, остановочные павильоны устарели. Но когда стартовали работы по реконструкции, стали поступать жалобы. Из-за ремонта неудобно добираться до станции. Глава округа призывает горожан подождать совсем немного. В скором времени работы будут завершены. Данная проблема носит временный характер. Нам осталось вместе с горожанами потерпеть 2-3, максимум 4 недели. Все зависит от погоды. Эти работы по благоустройству прилегающей площади к станции не были у подрядчика в плане. Это дополнительные работы, которые мы попросили сделать, исходя из общих стандартов к реконструкции дорожного покрытия, стандартов по нашему ЦКАДу. И в этом месте как раз идет съезд с ЦКАДа. И, конечно, бросить эту территорию неблагоустроенной мы не могли. По просьбам жителей подрядчики обустроили пешеходный переход. Теперь дети могут безопасно добираться от школы к станции. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.